Рабби Мейр Каханы Из книги «Неудобные вопросы для удобно устроившихся евреев» Еврейское государство Между еврейским государством и государством евреев, которое представляет собой современный Израиль, имеется колоссальная разница в отношении характера государства, его ценностей, законов и учреждений. Если иудаизм – Божье слово, то он не может одобрять светское либерально-демократическое государство, которое требует Запад и к которому стремятся ассимилированные еврейские лидеры Израиля и изгнания. Можно ли представить, чтобы иудаизм или любая другая рациональная религия могли хладнокровно принять и одобрить светское государство западного образца? Может ли хоть кто-нибудь предположить, что Бог и иудаизм благосклонно взирают на то государство, в которое превратился нынешний Израиль? Как можно социально искупить государство, общество и народ, в котором удовольствие, вседозволенность, материализм и гедонизм стали центром Вселенной? О каком величии можно говорить, когда государство разрушено наркотиками, алкоголем, сексом, насилием, ненавистью, тоской, безответственностью и безгосударственностью? Что это за государство, в котором демократия и свобода гарантируют человеку право творить зло и разрушать себя? Разве это позитивная ценность? Об этом мы мечтали, на это надеялись. Это кульминация исторического пути избранного народа. Это заставляет нас гордиться Израилем, еврейском государстве, в святой земле. Это делает государство жизненно важной ценностью для еврея, ради которой он готов при необходимости умереть. Это гораздо больше, чем проблема арабов и неевреев в Израиле. Главный вопрос звучит так. Какой должна быть страна, в которой предстоит жить евреям? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны знать, зачем Бог создал мир и в чем состоит роль в нем человека в целом и еврея в частности. Еврейский народ и его вместилище, еврейское государство, в котором они должны создать общество Торы Всемогущего, были созданы им для осуществления его намерения в отношении мира в целом. Мира, который примет его, как своего божественного создателя и Всеведущего Царя, примет его владычество и небесное ярмо, будет исполнять его волю и восхвалять его. Именно это должно произойти в последние дни. И пойдут многие народы и скажут, придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Яковлева, и научит он нас своим путям, и будем ходить по стезям его, ибо от Сиона выйдет закон и Слово Господнее из Иерусалима, Исайя. Всемогущий создал мир ради добра, объективного добра, которое он создал, знает и определяет, объективного добра, следовать которому он требует от мира. Иудаизм решительно отвергает мир свободы, санкционирующий право делать все, что угодно, мир, определяющий свои пути самостоятельно. Человек не свободен делать все, что пожелает. Он свободен лишь делать то, что он должен делать – добро. Он свободен в том смысле, что он может отказаться делать добро, но при этом он должен знать, что за этот отказ последует божественное наказание. Человек – не случайное существо. Он не возник сам по себе, он был создан Богом с предназначением и ради предназначения. Его обязанность придерживаться этого предназначения, оно и является тем добром, которое Всемогущий создал и дал человеку в качестве цели его земной жизни. Бог создал человека самым уникальным, необычным, особенным существом из всех. Человек, единственный из всех его созданий, имеет право выбора, свободу воли, возможность делать добро и возможность делать зло. Никакой ангел или небесное существо не может потребовать похвалы или награды за содеянное добро, потому что оно не способно делать ничего, кроме него. И небесные существа, и полевые звери замкнуты в ловушку существования без выбора. Только у человека есть способность, божественная способность делать выбор и быть великим, если, конечно, он захочет идти по этому пути. Именно в этом его подлинное величие, в возможности выбрать добро, хотя это и невероятно сложно, в возможности отвергнуть зло, хотя оно так манит и соблазняет. В этом величие человека, в этом его уникальность, для этого он был создан. Чтобы выбрать добро, делать добро, ценить величие добра и восхвалять того, кто есть абсолютное добро – Бога. Только человеку была дана возможность взойти на величайшую гору творения. Только ему предстоит взять собственное эго, эту неотъемлемую часть его естества, его «я», из которого исходит весь его эгоизм, его жажда, его самовлюбленность, и осветить его путем ограничения, самодисциплины и самопожертвования, путем отказа от того, что он мог бы свободно взять, будь такая возможность. Именно в этом сущность добра, которую Бог дал человеку и обязал принять его. Оно нашло особое выражение в форме семи основных законов, данных всему человечеству. Первое. Запрет идолопоклонства. Второе. Запрет богохульства. Третье. Запрет убийства. Четвертое. Запрет безнравственности. Пятое. Запрет воровства. Шестое. Требование устанавливать справедливые законы. Седьмое. Запрет есть мясо неубитых животных. Эти семь основных законов помогают дикому, примитивному, полностью свободному человеку, рожденному в абсолютной анархии. Этому идолу Руссо, которого естественные наклонности и врожденная жестокость делают хуже животного. Эти законы помогают ему возвыситься до подлинного величия свободы воли, преклонить колени, смирить дух и принять божественное ярмо, относиться к человечеству с добром, как приписано всемогущим, испытывать к нему всемогущему признательность, благоволение и любовь всей душой и телом. Вот в чем предназначение человека. В иудаизме человечество именуется сынами Ноя, поскольку потоп уничтожил всех остальных потомков первого человека Адама. Потоп должен был и наказать человека и одновременно преподнести ему величайший из всех уроков. А именно, не существует иного предназначения для мира, кроме как делать добро и следовать воле Бога. Эта точка зрения полностью противоположна той, согласно которой смерть является худшим из кошмаров. Единственный смысл, который иудаизм видит в существовании мира, это делать добро. Для еврея худшим из кошмаров является мир, отвергнувший Бога и Его волю, поскольку для Него делание добра гораздо важнее, чем сама жизнь. Жизнь и мир вообще не имеют ни смысла, ни ценности, если человек отошел от той цели, ради которой был создан. Именно по этой причине Всемогущий уничтожил мир потопом, сметя с лица земли творение своих собственных рук. Делать добро и уклоняться от зла – вот вечный вызов для мира. Происходит вечная борьба между добром и злом, а раз так, то и между Богом и людьми, которые бросают Ему вызов и творят зло. Раввины говорили об этом так, «Пока нечестивый правит миром, всемогущий словно не сидит на своем троне, а когда он воссядет на свой трон, как написано, и избавленные придут на гору Сион, чтобы судить гору Исава, и царство станет царством Господа». Авадия 1, Ялкут Шимони, Всалом 46. Как эта концепция разительно отличается от вселенной светского ассимилированного еврея, порабощенного материализмом и эгоцентризмом всем тем, что восстает против воли и закона Бога. Вот почему иудаизм, полный противоположности либерализму и вседозволенности Запада, следует принципу возмездия за зло, как многократно говорится в Библии, «Ты должен искоренить зло из своей среды», что то раввины объясняют так, «Ты должен искоренить делающих зло из Израиля». Сифрей 86. «Весь Израиль услышит и убоится и перестанет совершать такой грех в твоей среде». Конец цитаты. Мир не игрушка. Бог создал мир для добра, и когда в нем возникает зло, это уничтожает, загрязняет, оскверняет творение Бога. В этом мире нет места злу, не может быть никакого сосуществования со злом. Добро и зло должны быть по отдельности. Вот почему первым актом всемогущего стало разделение света и тьмы». Комментатор Раши говорит, «Бог увидел, что это нехорошо, что двое служат сообща». В отличие от либерального человека, которому нужно все запутать, затуманить, перемешать все ценности, чтобы иметь максимум свободы и личной анархии, иудаизм ясно определяет добро и зло, после чего идет дальше, запрещает делать зло и наказывает за это. «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути мои пути», говорит Господь. Исаия 55. По этой причине Бог решил выбрать из всех народов земли один народ, который станет его избранным народом, народ, которому предстоит изо дня в день вести божественную жизнь и являть образец ее величия. Такая жизнь будет чистой и священной, свободной от осквернения эгоизмом, материализмом и собственным «я». Еврейский народ был избран, чтобы принять, соблюдать и осуществлять законы Бога, показав этим, какой восхитительной и чудесной может быть жизнь человека, когда он во всей своей жизни и в каждой из ее частей, преклоняет колени и принимает Бога ярмо неба. Еврейский народ был избран, чтобы стать светом для народов, в точности и полноте выполняя законы всемогущего, как на индивидуальном, так и на национальном уровне, в пределах отдельного государства, в земле Израиля. Какая удивительная честь и одновременно благоговейная обязанность, ведь вместе с величием и почетом мы получили жизнь, гораздо более трудную и ответственную, чем у любого из сынов Ноя. Пребывать в чистоте, святости и возвышенности, это восхитительно, но в то же время сложно и обременительно. Иудаизм не игрушка, не обман, будь то реформистский или консервативный, это не религия в кавычках, пошитая в ателье на заказ. Не Бог создан по образу человека, Бог это создатель, управляющий историей, а не Дед Мороз, который только улыбается и раздает подарки детишкам. Мы не дети, но взрослые люди, от которых ожидается, что они будут вести жизнь в согласии с представлениями о добре, а если мы не будем ее так вести, нас ждет наказание. Как есть добродетель и награда, точно так же есть грех и наказание. Да, большинству евреев эта мысль не понутру. Да, она может пугать и отвращать. Это не важно. Важно то, что это истина. И судьба еврейского народа на личном и национальном уровне исходит из этого представления о награде и наказании. Если вы будете поступать по уставам моим и заповеди мои будете хранить и исполнять их, будете жить на земле вашей безопасно, пошлю мир на землю вашу. Конец цитаты. Бог Израиля в своей глубокой любви к своему народу и миру дал им возможность вести прекрасную жизнь. Жизнь, которая возвеличит и осветит их. Жизнь, которая хороша для них. Делай справедливое и доброе перед очами Господа, дабы хорошо тебе было. Второзаконие шесть. Но это больше, чем возможность прославиться. Это также и требование, обязанность. Это ультиматум, избежать которого невозможно. всемогущий пожелал очистить и наградить Израиль, потому он дал ему Тору и много заповедей. И правда, какой восхитительный подарок. С одной стороны упадочная животная жизнь, валяние в грязи материализма, эгоизма, насилия и суеты, бессмысленная трата жизни, которая проходит слишком быстро. Словом, все то, что мы ежедневно видим на Западе, с другой стороны, жизнь, подвига и святости, духовного величия и постоянства, жизнь Торы. Чудесный подарок, который еврей обязан принять и отказаться от Которого не имеет права. Если презрите мои постановления, и если душа ваша возгнушается моими законами, так, что вы не будете исполнять всех заповедей моих, нарушив завет мой, обращу лице мое на вас и падете перед врагами вашими, конец цитаты, если же не будешь слушать глаза Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди его, постановления его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии, конец цитаты, когда народ Израиля получил Тору землю, в которой нужно было создать общество Торы ему был предложен выбор соблюдать или не соблюдать жить или умереть жизнь и смерть предложил я тебе благословение и проклятие выбери жизнь дабы жил ты и потомство твое конец цитаты избежать этого невозможно невозможно согласны мы с этим или нет находим находим ли мы это приемлемым в кавычках или не находим всемогущий избрал нас так что наша судьба определена и ясна вот почему еврейское правительство еврейского государства устанавливается галахой еврейским законом и оно должно следить чтобы еврейский народ в еврейском государстве подчинялся воле Бога ради собственного же блага во всех жилищах твоих которые Господь Бог твой даст тебе поставь себе судей и стражей по коленам твоим чтобы они судили народ судом праведным второзаконие 16 комментарий Хенух объясняет нам заповедано назначить судей и стражей которые будут заставлять народ соблюдать законы Торы и силой возвращать в него тех кто отклонился от него они будут учить как поступать правильно и предотвращать то что мерзко конец цитаты еврейская концепция государства полностью противоположно западной либеральной концепции либеральное нееврейское общество лишенное всякого представления об объективной истине да и не желающие иметь такое представление вожделеющие анархии и абсолютной свободы которая позволит ему погружаться в любое болото такое государство институционально и идеологически противостоит государственному принуждению в сфере частной жизни иудаизму известно что частная жизнь индивидуума это именно та сфера в которой формируется его личность и душа и которая ведет его либо к злу либо к добру бог видит в безнравственности потворстве своим желаниям материализме и анархии все то что является злым непристойным и деструктивным для человека и мира вот почему необходимо еврейское правительство учить человека пути добра и следить чтобы индивидуум и общество следовали этому пути конечно мы хотим свободы какой ребенок не хочет абсолютной свободы делать все что пожелает и когда пожелает не неся за это никакой ответственности и разве знала история эпоху когда взрослые дети так ненасытно предавались удовольствием и свободам создав себе общество оправдывающее и легитимирующее такую свободу в кавычках между тем свобода запада вступает в прямое противоречие с основным представлением о свободе в иудаизме об этом пишут раввины в комментарии к стиху из исхода 32 скрижали были дело божие и письмена начертанные на скрижалях были письмена божии раввины берут слова начертаны по-еврейски хорут и свобода по-еврейски херут и провозглашают великий и совершенный базовый общественный закон закон отделяющий человека от животного и как следствие Израиль от народов от материальной философии читай не хорут начертана но херут свобода ибо никто не может быть свободен кроме того кто занят изучением закона а вот шесть а насколько же очевидно отсутствие свободы когда индивидуум и государство настолько привержены материализму что уже не могут освободиться от рабства удовольствий и гедонизма индивидуум и государство материалистического запада давно утратили свободу от жажды и вожделения атаков удовольствий наркотиков секса западное государство стали заложниками своего эго и своего материализма великое я это высшее воплощение эгоизма обратило их в рабов животной страсти они стали заключенными своей свободы в кавычках приговоренные к пожизненному заключению в лагере вседозволенности и анархии с точки зрения иудаизма истинная подлинная свобода достижима лишь тогда когда человек свободен разрушить власть своего я своего материального эго которое давлеет над его свободой только в послушании законам которые помогают возвысить душу над плотью в обязательстве сохранять святость и посвященность в порабощении животных страстей человек может обрести подлинную свободу иудаизм и еврейское государство создают истинную свободу этого уникального творения названного человеком и делают это в рамках общества основанного на божественных законах святости они поднимают еврея к небесам святости и освобождают от животного существования западное государство легализовало каторгу души и убийство святости неужели вы думаете что именно такое государство бог замыслил для еврея государство в котором позволено свободно править уродству непристойности животному гедонизму эгоизму дабы поработить и уничтожить божественный образ данный человеку государство в котором дан зеленый свет наркотикам порнографии абортам извращенному сексу и безнравственности в котором они коронованы как цари и возведены на трон демократии в кавычках государство в котором худшие черты человека получают право поработить ребенка внутри него государство в котором ребенок открыт всему худшему уродливому и опасному и все во имя извращенной свободы в кавычках которая по сути прямая противоположность таковой государство в котором дезориентированное лишенное руководство общества объявляет законными блевотину жадности и вожделение удовольствий погружаясь в море пошлости неужели вы верите что именно такое государство всемогущий избрал для евреев неужели вы верите что мы можем позволить этому иностранному раку пожирать тела и души наших детей какие позитивные и значимые ценности возможны в подобном обществе государстве в чем может быть их преимущество в сравнении с освежающими и жизнедающими ценностями подлинной свободы иудаизма ценностями что наделяют человека святостью ведут его к вершинам духовности я никогда не приму право человека и государства быть мерзким эгоистичным пристрастившимся к злу и похоти я никогда не приму государство которое страстно боготворит концепцию свободы порнографии разнузданного и извращенного секса убийственных абортов художественного национального самоубийства наркотиков и душевной дикости убивающей дух неба в уникальном творении по имени человек никогда это не свобода это рабство это оковы это наихудший вид тирании и всемогущий освободивший еврея из телесных оков Египта никогда не хотел привести его в свою землю чтобы дать ему государство рабство души и духа государство которое свободно допускает ценности благодаря которым еврейские дети умирают от передозировки приятных в кавычках наркотиков в оплеванном переходе Тель-Авивского автовокзала это не еврейское государство бога или каханы всемогущий никогда не хотел для своего народа такое государство и никогда не позволил бы его он не какой-то пластмассовый игрушечный бог изобретенный ловкими еврейскими предпринимателями чтобы народ мог иметь что-то духовное в кавычках пока это не слишком вредит их материальным интересом он не кукла для игр и веселья не вечно смеющийся Дед Мороз с небесного северного полюса который только и делает что раздает подарки и излучает фальшивую любовь в кавычках которую современные теологи придумали для толпы чтобы покрыть любой грех и нечестие бог Израиля требует истины величия и подлинной свободы он не просит но требует чтобы еврей выбрал истину величия и свободу и он предупреждает что если еврей отвергнет добро и выберет зло злоупотребив свободой выбора то его ждет неминуемое наказание в этом вся суть Бог это истина Бог дал нам истину и Бог требует чтобы мы следовали ей соблюдали ее и жили по ней по этой истине и скрытой в ней совершенной добродетели выбора в кавычках нет нет такого понятия как не мешай жить другим не существует более не еврейской концепции в этом мире божественная награда и наказание не применяются на личном плане к индивидуальному еврею личные благословения будут излиты в грядущем мире сегодня же все евреи представляют собой одно целое все евреи как единый избранный народ Бога судимы вместе они вместе встают и вместе падают за грех одного судятся все мы все братья и сестры мы все поручители и гаранты друг за друга и за каждого еврея как объясняют это раввины это подобно группе людей в лодке один внезапно берет инструмент и начинает сверлить дыру в дне лодки другие говорят ему что ты делаешь он отвечает не ваше дело я же сверлю дыру на своей стороне тогда они отвечают но вода нахлынет и потопит всю лодку в еврейской лодке нет индивидуальных мест и сторон грешники выбравшие зло сверлят дыры в общей лодке и мы все идем на дно для отдельного еврея нет свободы выбора он не может позволить себе роскошь не мешать жить другим мы все живем вместе и все вместе падаем еврейской истории было множество примеров такого падения национального наказания евреев когда они отвергнув избранность и посвященность уничтожали всякую причину для существования мира и творения ставя весь мир под угрозу гибели я никогда не протяну руку свободе в кавычках и демократии которые суть свобода и демократическое право на уничтожение каждого отдельного еврея его государства и всего мира и за это я тоже не чувствую вины ни малейшей мы должны быть честными самое главное быть честными нужно быть честными вне зависимости от того насколько это больно насколько это гибельно для наших личных иллюзий и самой нашей жизни если иудаизм нас не интересует если он не управляет нашей жизнью то давайте честно скажем об этом и в таком случае пусть никто не потрясает им как оружием против каханы точно так же невозможно сделать своим оружием и фальшивый иудаизм если конечно мы интеллектуально чисты иудаизм это либо подлинный иудаизм либо нет и если нам больше по душе реформистский или консервативный иудаизм или любое другое из крыльев что летает под небом питаясь человеческими измышлениями неважно насколько мудрыми тогда мы должны понять что это не иудаизм но личные взгляды людей сделавших свои знания и убеждения своим богом и своим иудаизмом что это обман либо иудаизм божествен и представляет собой буквальное слово бога либо в нем нет смысла и он действительно божествен он действительно слово бога его законы не только управляют нашей личной жизнью но также устанавливают и определяют характер еврейского государства и еврейского правительства и главная истина неважно насколько это больно слышать евреям воспитанным в нееврейских культурах запада состоит в том что иудаизм не постулирует государство западного демократического типа размышляем о следующем если верно то что иудаизм это божественный закон данный на Синае всемогущим будет ли логично заключить что иудаизм должен санкционировать такую государственную систему по которой каждые четыре года народ должен решать соблюдать закон бога или нет может ли хоть какая-то религиозная система санкционировать такую политическую систему конечно же нет ясно что иудаизм не западная демократия в том виде как мы ее знаем еврейское представление о государстве ясно изложено в Талмуде в эпоху первого храма когда в Иудее правил царь Хискиягу на Ближнем Востоке господствовала могущественная Ассирийская империя Ассирийцы уже захватили северное еврейское царство Израиль и начали набеги на южное царство Иудею захватив все города кроме столицы Иерусалима наконец мощная армия под предводительством Сеннахирима осадила Иерусалим и выдвинула его защитникам ультиматум сдаетесь в плен и переселяетесь в другую страну где сможете жить в относительном комфорте либо сражаетесь и гибнете в городе разразились яростные дебаты царь Хискиягу возложил упование на всемогущего и предложил продолжить сопротивление однако другая партия под руководством ученого книжника Сивны призвала к сдаче и мирному соглашению в Талмуде мы читаем об этом следующее Сивна выступил перед 130 тысячами человек а Хискиягу перед 110 тысячами Хискиягу видя что большинство на стороне Сивны убоялся и сказал может ли быть так упаси Бог что всемогущий пойдет за большинством и раз большинство хочет сдаться мы должны согласиться на сдачу тогда пришел пророк Исаия и сказал не называй союзом всего того что народ сей называет союзом Исаия 8 это союз нечестивых а союз нечестивых не учитывается конец цитаты голоса тех кто не следует закону и воле Бога не учитываются не берутся в расчет при принятии национальных решений конечно в иудаизме есть место понятию демократии но только в контексте еврейского закона по которому большинство не может пойти против иудаизма совершенно очевидно что Санедрин выносил решение на основе большинства голосов своих членов и когда голосуют люди приверженные иудаизму и еврейским принципам это вполне отвечает главной идее демократии но демократия никогда не могла быть использована против Торы и еврейских принципов ценностей и законов демократия ограничена истиной иудаизма это логично и очевидно для каждого если мы говорим о еврейских ценностях и иудаизме основанном на божественном законе это также логично и очевидно для любого еврея кто честен и открыт в самом деле демократия это единственная политическая система для народов и обществ не владеющих абсолютной истиной когда нет альтернативы приходится принять демократию иначе государство скатится к анархии или светской диктатуре но если иудаизм является божественной истиной и еврейское государство должно быть основано на божественной истине то будет верхом абсурда и безумия давать людям право путем голосования решать принимать этот закон или нет демократия это не иудаизм ни у кого нет права бросать вызов божьему закону однако увы тут есть трагическое но несчастье трагедия в том что большинство евреев не верит что иудаизм божествен и следовательно не принимают его в качестве основания для государства и только по этой причине понимая что любая попытка установить подлинное государство Торы приведет гражданской войне между евреями только поэтому я не готов к созданию государства которое запретит избирательную партийную систему отвергающую закон Торы в качестве авторитета но мы должны понимать что если народ отказывается создать общество требуемое Богом его ждет возмездие с другой стороны мы не имеем права создавать условия которые одинаково приведут гражданской войне между евреями однако две вещи нужно сказать прямо во первых демократия западного образца это не иудаизм и не государство на основе иудаизма еврейские лидеры особенно раввины говорящие обратное обманщики извращающие иудаизм и искажающие закон Торы во вторых если благодаря демократической системе я приду к власти для меня будет абсолютно приемлемо в условиях этой системы издать законы которые будут предписывать следовать иудаизму поскольку демократические выборы наделяют человека и партию мандатом доверия который народ может либо подтвердить либо отозвать на следующих выборах пусть ни один демагог не смеет сказать что законы Торы принятые в рамках такой демократической системы не демократичны любой закон принятый любым государством при любой форме правления будь оно хоть эталоном демократии ограничивает свободу в силу чего противоречит этой свободе в кавычках изначально государство появилось благодаря тому что так захотел свободный народ государство имеет мандат ограничить абсолютную свободу ради утверждения добра как его понимает большинство любая власть любое государство де-факто ограничивает абсолютное право свободных людей делать все что им заблагорассудится в этом заключается природа государства и правительства мы отказываемся от абсолютной свободы ради тех благ которые для нас более важны такие как безопасность защита от бандитов и врагов общественные и экономические блага и так далее демократические правительства принимают множество законов которые нам не нравятся кажутся абсурдными дикими и так далее все это не имеет отношения к самой концепции демократии которая вовсе не говорит о том что все граждане демократического государства должны обязательно одобрять и принимать его законы более того многие законы можно энергично оспаривать но до тех пор пока большинство согласно следовать им и политическая система допускает их изменения в будущем меньшинство должно уважать и эти законы и эту систему и нет никакой разницы между законом ограничивающим право гражданина в экономической сфере и законом ограничивающим его общественное и частное в кавычках существование любые законы ограничивают частное существование но если большинство решило что эти законы служат на благо общества государство имеет право требовать их исполнения иудаизм не приемлет западную демократию но если ради предотвращения гражданской войны религиозные евреи ее примут они не станут из-за этого гражданами второго сорта с точки зрения демократических процессов религиозные законы ничем не хуже чем экономические или политические любые законы ограничивают свободу человека однако отличие так называемых религиозных законов в том что они помогут спасти государство от трагического божественного гнева и наказания еврейское государство которое мы постараемся создать в рамках демократической системы в которой мы вынуждены существовать будет призвано спасти еврейский народ от непреложного божественного правила награды и наказания оно будет призвано убедить евреев создать подлинное еврейское государство которое покончит с нынешней отвратительной формой дешевой копией западного языческого государства трагической подделкой под все худшее что есть в иностранной культуре это будет настоящее еврейское государство с настоящими еврейскими ценностями настоящей еврейской этикой и моралью и мы не нуждаемся в критическом блеянии либеральных моральных проституток и этических извращенцев левого крыла безусловно все те кто осознанно убивают евреев кто осознанно уничтожили души сотни тысяч людей меньше кого бы то ни было имеют право вещать о еврейской морали и этике я не нуждаюсь в их нравоучениях равно как и тех кто ненавидит иудаизм и яростно борется с ним мы прекрасно знаем что иудаизм говорит о морали и этике и в каком контексте и в отличии от невеж и извращенцев иудаизма мы ничего не выносим из целостного контекста всей Торы тот кто принимает полноту Торы и ясное божественное слово Бога принимает его полностью и тогда он понимает что справедливо а что нет когда время для доброты и сострадания а когда для твердости и возмездия тогда он знает о важности мира и понимает что есть время войне он знает когда проявить милосердие а когда жестокость как написано в Библии всему свое время и время всякой вещи под небом вспомним чему учат раввины уважают того кто сам уважает людей разве не сказал всемогущие дети мои что я хочу от вас любить друг друга и уважать друг друга маймонит нам заповедано любить каждого в Израиле как самого себя уподобьтесь Богу как он милосерден и милостив так и вы будьте милостивы и милосердны конец цитаты подражайте качеством всемогущего как он укрыл ногих так и вы укрывайте их как он посетил больного так и вы посещаете больных как он похоронил мертвых так и вы хороните мертвых конец цитаты цитаты милостыня равна всем заповедям вместе взятым конец цитаты тора начинается с добродетели и заканчивается добродетелью конец цитаты всякий отрицающий добродетель подобен тому кто отрицает всемогущего конец цитаты да будет ваш дом открыт и нищие да будут членами вашего жилища конец цитаты всемогущий не нашел лучшего вместилища для благословения Израиля чем мир вне всяких сомнений все это сущность иудаизма но никто из тех кто ни разу не отдал 10% своего дохода на благотворительность не может учить нас этике никто кто ни разу добровольно не сел в тюрьму чтобы пострадать за братьев евреев не может рядиться в тогу карателя пусть же лицемерные каратели левого фронта посмотрят на государство которое они создали пусть они узрят все те восхитительные плоды этики морали и святости которые они вырастили в этом государстве конечно наше настоящее еврейское государство будет государством беспредельной справедливости доброты и добродетели равно как и всех духовных ценностей что так лицемерно воспринимают левые и светские материалисты при этом ненавидя и откровенно презирая иудаизм во всей его полноте подлинно еврейским государством может быть только государство еврейской полноты что это за государство вот несколько фрагментов из нашей программы с помощью Бога мы создадим государство чьей основной и главной заботой станет воспитание гордой верной и верующей еврейской молодежи молодежи которой мы возвратим их духовное удостоверение личности мы создадим программу образования нацеленную на создание еврейской идентичности гордой полной и уверенной во всех общественных школах Израиля будет введен всеобъемлющий курс на основе еврейского материала и иудаизма больше никогда наша молодежь не скажет я не еврей а израильтянин больше никогда она не будет скитаться потерянная равнодушная к собственной идентичности иудаизм будут преподавать профессиональные преподаватели которые хорошо разбираются в предмете и сами верят в него воспитание еврейской гордости станет главной задачей их деятельности еврейский подросток будет знать что быть евреем это прежде всего быть особенным причем он будет понимать причину этого особого статуса иудаизм и Тора данная на Синае он будет просыпаться утром с древней еврейской молитвой Ашрену счастливы мы как славен наш удел как сладок наш жребий как прекрасно наше наследие конец цитаты он увидит похороны еврейской вины и рождение прежнего еврея убежденного гордого сильного себя самого он будет знать что живет в Эрцисраэль земле Израиля исключительном доме еврейского народа и больше никого он положит тфелин не только на руку но и на сердце и ум восприняв от них мудрость милосердие и силу все общественные школы Израиля которые сегодня уничтожают еврейских детей недостаточным еврейским образованием даже Библия преподается как еврейская культура а-ля Шекспир в США не имеющие принципиального значения все они будут учить иудаизму больше не будет светских в кавычках школ чтобы подвергать еврейских детей образовательной кастрации те родители что не согласны с таким подходом смогут создать собственные частные школы где получат возможность заняться убийством своих детей но даже в таких школах будет минимальное число часов по иудаизму который в еврейском государстве не менее важен чем математика или рисование да школы израиля еврейского государства первую очередь будут создавать хороших евреев которые уже потом станут хорошими врачами и летчиками именно таким станет еврейское государство государством еврейского народа ответственным за весь еврейский народ а не только за тех кому случилось оказаться израильскими гражданами или жить в этой стране израиль был создан еврейским народом чтобы стать его поверенным защитником еврейского народа когда речь идет о страданиях и притеснениях евреев границ не существует нет советских евреев сирийских евреев или американских евреев есть просто евреи которые живут в советском союзе сирии и америки все они один неделимый еврейский народ и еврейское государство обязано защищать его любым способом для чего оно оснащено всеми необходимыми средствами опытом и профессионализмом когда государство израиль требует от евреев мира и обоснованно поддержки будь то денежной или политической оно делает это потому что является еврейским государством но поскольку это взаимовыгодное партнерство евреи вне израиля также имеют право потребовать и ожидать поддержки еврейского государства мы создадим специальное еврейское антитеррористическое подразделение которое будет отвечать на нападение на евреев за пределами израиля пусть неонацисты знают что они больше не смогут безнаказанно угрожать евреям и нападать на них в других странах и при этом избегать возмездия израиля пусть те кто убивают евреев в турции италии и франции знают что в этих странах они и окончат свои дни не будет ни одной страны где можно будет убивать евреев неважно израильтяне они или нет когда речь пойдет об обмене пленными сирийские солдаты никогда больше не будут обмениваться только на израильских солдат вместо этого сирийцы будут обмениваться на евреев в том числе сирийских евреев в то же время еврейское государство должно преодолеть страх перед реакцией еврейского иштеблишмента в изгнании более того ради выживания еврейства изгнания необходимо провозгласить заповедь жить в земле Израиля угрожает массовой трагедией для тех евреев которые отказываются покинуть изгнание еврейское государство это мироустройство освященное богом в то время как изгнание это мерзость и когда еврей отказывается вернуться домой он делает осознанный выбор пользу мерзости всемогущий никогда не допустит такого развития событий и потому изгнание подходит к концу хочет этого еврея или нет все признаки говорят об этом и растущая ненависть к евреям и ухудшение мировой политической обстановки угрожающей евреям все в большем количестве стран изгнание неминуемо завершится либо в славе посредством массовой добровольной эмиграции евреев в Израиль либо через ужасную трагедию упаси бог не может быть никакого сосуществования святости и мерзости и потому изгнание обречено евреи изгнания в том числе в США являются свидетелями постоянно растущей ненависти к евреям которая будет лишь усиливаться по мере дальнейшего экономического и социального развития одновременно с этим возможно ядерная конфронтация которая уничтожит крупные территории изгнания но никогда не затронет еврейское государство раввины толмуда обещали что оно никогда не окончится третьим изгнанием пока не стало слишком поздно нужно оставить эту могилу и вернуться в Израиль сионистские лидеры изгнания обязаны показывать в этом пример эмигрировав в Израиль сами есть еще кое-что евреям запрещено отдавать любые освобожденные части земли Израиля земля принадлежит Богу Израиля и еврей который получил ее у Бога не имеет права отдавать ее пусть даже частично все территории освобожденные в 67 году будут аннексированы и присоединены к государству Израиль евреи смогут беспрепятственно селиться во всех частях страны в том числе в городах в которых сегодня уже не осталось евреев это станет официальной политикой которая раз и навсегда положит конец безумному заблуждению мира через уступки арабы не хотят мира это иллюзия и заблуждение считать будто ближневосточная проблема корениться в оккупированных территориях 67 года или создание Палестины в кавычках рядом с Израилем все кто понимают арабов и свободны от презрения к ним знают суть проблемы арабы считают что евреи украли у них всю эту землю арабы объявили войну Израилю в 67 и в 56 годах когда нынешние оккупированные территории в кавычках были у них в руках арабы отвергли план разделения ООН от 47 года арабы убивали евреев в 20 и 30 годах когда еще не было ни еврейского государства ни сионистских оккупантов в кавычках не существует умеренных арабов вспомним иорданских умеренных в кавычках 67 года когда они объявили войну имея иудею самарию и восточный Иерусалим разных арабов отличают разные стратегии но не цели нам слишком дорого обошлись безумные евреи которые призывали к уступкам и мы заплатили слишком высокую цену за те уступки которые делались исходя из предположения что умеренные в кавычках арабы будут искать мира с Израилем и станут его союзниками точно так же безумно заблуждаются те кто настаивает что арабские террористы не представляют палестинцев в кавычках конечно же представляют поскольку палестинцы в целом привержены идее разрушения Израиля который они считают государством вором настоящая проблема состоит в том что арабы отказываются принимать еврейское государство в любом размере любой форме и на любое продолжительное время это не арабо-израильская а арабо-еврейская проблема это так же больше чем политические дебаты это религиозная война не стоит удивляться что христиане и мусульмане вырезающие друг друга объединяются против евреев или что папа римский встречается с мусульманскими террористами само существование еврейского государства служит доказательством истины иудаизма что не может принять ни ислам ни христианство в такой ситуации мир невозможен но евреям не стоит отчаиваться по этому поводу в первую очередь сионизм был разработан с целью обретения еврейского государства да многие верили что одновременно с ним возможно и достижение мира но как бы то ни было в любом случае главной целью было и остается еврейское государство необходимо воскресить понятие еврейского самоуважения и чести речь идет об унизительных и непристойных политических отношениях с самолеком нашего времени Германией может ли быть большая мерзость чем восстановление отношений с Германией менее чем через 10 лет после Освенцима и конечно же ради денежных компенсаций сегодня те израильтяне что путешествуют в Мюнхен Франкфурт и Гамбург по делам или ради отдыха не чувствуют ни малейших угрызений совести более того 40 тысяч из них там живут не испытывает угрызений совести и государство регулярно отправляя молодежь в культурные и спортивные поездки отправляя их ходить по земле с залитой еврейской кровью еврейские и израильские лидеры даже ярые националисты в кавычках из партии Ликут не испытывают ни малейших угрызений когда ездят в Германию и обедают с немцами или когда в Израиль приезжает важный немецкий чиновник а израильская армия играет гимн Германии Дойчленд и Убер Аллес и новые евреи уважительно встают под его звуки немцы должны нам компенсации деньги не искупают ни один из их грехов ни одно преступление ни одно убийство но если они должны нам компенсации то мы не должны им ничего все политические и культурные связи с Германией будут прекращены а сами немцы должны будут выполнить все свои обязательства перед еврейским народом до последнего поскольку еврейского ребенка воспитывает среда публичный характер еврейского государства будет только еврейским в любом другом виде еврейское государство будет мерзостью не будет ни магазинов ни ресторанов где продается некошерная пища и заквашенный хлеб хамец в пасху книжные магазины и киоски больше не будут развращать и уничтожать еврейские умы и души порнографией а театр и кинематограф больше не смогут ратовать за свободу выражения в искусстве разрушающую чистоту и святость еврейской души никому не будет позволено убивать нерожденных детей аборты будут запрещены еврейским законом за исключением случаев когда имеется угроза для жизни матери миссионеры смогут заниматься празелитами в Китае но не в еврейском государстве а мормонские центры и другие подобные учреждения по расхищению душ будут закрыты и национализированы представители других вер при условии что они не занимаются идолопоклонством будут иметь полную свободу молитв и поклонения но никогда празелитизма будет положен конец чудовищной практики деления евреев на два разных народа представители которых не могут вступать в брак друг с другом определение еврейства будет ясным и однозначным как было до появления противников божественной галахи евреем будет считаться либо ребенок еврейской матери либо тот кто прошел настоящую галахическую процедуру обращения все неевреи будут обязаны одеваться прилично и скромно портах и аэропортах туристов будут вежливо инструктировать как следует одеваться и вести себя в нашей святой земле законодательно будут запрещены смешанные браки и сексуальные отношения между евреями и неевреями уважение к нееврею не подразумевает что с ним нужно делить постель талмуд говорит что бог дал сынам израиля тору только при условии что они предоставят залог гарантию таким залогом и гарантией были их дети мы не собираемся терять наш залог наших детей нашей священной обязанностью по отношению к детям будет правильное их воспитание с целью создать еще одно еврейское поколение еще одно звено в золотой цепи иудаизма поколение которое будет святым праведным гордым и свободным от мерзостей западной вседозволенности и анархии что подаются под видом свободы в кавычках в Израиле будет пятидневная рабочая неделя вся работа будет прекращаться в 14.00 в пятницу в канун субботы при этом выходные дни будут продолжаться до утра понедельника начиная с субботнего вечера евреи могут делать все что захотят заниматься спортом отдыхать и так далее но субботний день будет святым никто не будет высматривать чем еврей занимается у себя дома но публичный характер шаббата будет неукоснительно соблюдаться храмовая гора священное место иудаизма будет освобождена будет освобождена от возмутительного исламского святилища посредством которого ислам издевается над иудаизмом и его святыми местами мусульманам придется покинуть это место вместе с мечетью которая будет аккуратно перенесена в любое другое место где они смогут мирно практиковать свою религию и последнее еврейский народ известный своим финансовым гением сделал богатыми и процветающими многие страны это лишний повод изумиться наконец исполнив свою мечту и получив собственную страну евреи создали экономику лавочников а не финансовых чародеев экономика ужасно неэффективна страна лежит в руинах что может быть причиной этого невероятного феномена ответ ясен Израиль запрещает людям дышать полной грудью в экономическом плане на людей надета экономическая смирительная рубашка их права ущемляются чтобы открыть магазин в США вы находите помещение и открываете магазин в Израиле все не так у нас открытие магазина настоящее приключение нужно собрать массу лицензий обивая пороги бесчисленных госчиновников и бюрократов потом налоги всевозможные налоги изобретенные то ли гением то ли демоном тяжкая рука бюрократа и государство вынуждает людей выбирать либо ты начинаешь воровать либо выходишь из бизнеса иностранные инвесторы евреи хорошие евреи хорошие сионисты с гораздо большим желанием инвестировали бы в Израиль чем в Тайвань или Южную Корею однако когда они приезжают в Израиль и встречаются с госчиновниками они проходят семь кругов еврейского ада в конечном итоге они раздосадованные и разозленные уезжают и строят заводы на Тайване и в Южной Корее что случилось с израильтянами разве они не понимают что Израилю как воздух необходимы бизнес и инвестиции разве они не знают что бизнес дает евреям работу а заводы производят и экспортируют товары получая столь нужную стране иностранную валюту разве они не видят что израильтяне которые в этой стране работали неохотно едут в Америку Канаду или Европу и там начинают работать с энергией о которой даже не подозревали в чем же дело разве они не понимают что Израиль не может дальше оставаться каким-то безликим штетлом прося подаяния у Америки Германии объединенного еврейского призыва и еврейских облигаций разве не очевидно что Израиль должен научиться стоять на собственных ногах работая производя и экспортируя товары конечно понимают но вместе с этим они понимают то что политическая власть это производная от экономической мощи и потому госаппарат намеренно проводит политику удушения и подавления всякой частной инициативы чтобы из человека окончательно выветрился всякий дух независимости и он признал что без государства он никто и должен плясать под его дудку именно поэтому израильский истеблишмент не в восторге от западной алии ведь западные евреи выросшие в свободных странах и воспитанные на традициях демократии и независимости привыкли считать что государство служит им а не наоборот подобное мышление ужасная крамола в странах тоталитарного типа социалисты создавшие Израиль предпочитают евреев из восточноевропейских и арабских стран которые принимают диктат государства более охотно истеблишменту нужны деньги западных евреев но не сами западные евреи если мы хотим чтобы Израиль рос экономически развивался и процветал необходимо как можно быстрее демонтировать социалистическую бюрократическую систему которая душит еврея и мешает ему начать собственную экономическую жизнь только свободное предпринимательство которое привлечет иностранные инвестиции и активизирует капитализм и инициативу позволит Израилю освободиться от образа нищего сумасшедшего только демонтаж социалистической бюрократии и разрушение интересов правящих кругов приведет к притоку еврейских капиталов строительству заводов и появлению новых рабочих мест вернет из швейцарских банков и из-под подушек теневые доходы остановит уход из Израиля капиталов и рабочей силы нужно снижать налоги а не повышать пусть люди свободно распоряжаются деньгами в поиске прибыли нет никакой необходимости в произвольных разрешениях и лицензиях дайте людям дышать так мы создадим экономический фундамент еврейского государства конечно все это приведет к разрушению политического влияния правящих кругов конечно они будут ожесточенно сопротивляться но они проиграют поскольку еврейское государство это больше чем политические партии и боссы и есть еще один экономический момент евреи должны снова научиться работать своими руками не бояться этого ради себя и своих семей каждый солдат вне зависимости от происхождения поступив на срочную трехлетнюю службу уже на второй год службы будет обучаться какому-либо ручному ремеслу каждый на третий год службы когда не проходят военные учения солдат будет отправляться домой формально продолжая оставаться на службе дома он будет обязан работать по полученной специальности и каждое утро отчитываться перед бюро по трудоустройству почему строить наши дома и делать за нас ручную работу должны арабы кто занимался этим до шестидневной войны в нормальном государстве должны быть нормальные люди которые будут работать не каждый еврей может стать доктором наук еврейское государство сильное телом и могучее духом с могучей десницей и могучей верой в бога дай бог чтобы это осуществилось дай бог дай бог дай бог дай бог